До конца ноября программа переселения должна завершиться. По состоянию на 1 сентября в республике переселено около 30 тысяч граждан. Стоит отметить, что это самый высокий показатель в стране. На сегодня в Якутии программа выполнена на 96%. Осталось ввести в эксплуатацию всего несколько домов в Нерингре, Вилюйске и Ленске. Подробности у моих коллег. На сегодня главная задача, которая стоит перед ленскими застройщиками, успеть завершить строительство до 25 ноября, чтобы в декабре переселенцы из Ветхого жилья смогли заселиться в новостройке. Именно такая повестка визита намечена в рабочей группы во главе за предом правительства Игорем Никифоровым. Сегодня мы посмотрели готовность объектов. По двум объектам вопросов нет. В график, который предполагаем, они будут вписываться. По двум объектам на Чапаево, конечно, там нужно конкретно, что морфина. Ведь срыв сроков грозит возвратом республикой денежных средств в федеральный центр, что в свою очередь отразится и на подрядчиках, и самое главное на людях, которые не получат свои квартиры. Главные причины, которые называют подрядчики, это сложная логистика, из-за которой строительные материалы не были доставлены в срок. И, следовательно, начало работ тоже пришлось сдвинуть. Вот эти три объекта остаются в хвосте. Видя, что работа сделана и можно, организовав работу, довести до конца, конечно, требует внимания ими строя, внимания правительства и хорошей организации на месте. Для этого всё есть. Нужно только ежедневно сейчас этим позаниматься. Двухразовый ежедневный контроль над ходом работ. Именно такое указание дал Игорь Никифоров на рабочем совещании всем участникам строительства и руководству администрации. Они должны организовать на техническом уровне контроль и помощь за стройкой. То, чтобы помочь и в некоторых моментах запараллелить. Посмотреть возможности, которые есть у них здесь, и с строителями договориться, чтобы они зашли там на стройки. Также прозвучала просьба и к энергоснабжающим организациям, чтобы они со своей стороны приложили все усилия и оказали содействие строителям в подводе энергоносителей на объекты. На следующий этап программы переселения республика зарегистрировала уже свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Но на каких условиях попадет Ленский район, зависит от итогов завершения первого этапа программы. Денис Семенов, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск.